к Богу, к основанию, к Иисусу Христу, одно основание мое, Иисус Христос. И знаете, Библия вернулась в мою судьбу. И Григорий, да, он дал мне первую книгу потом прочитать. Потом я был у них в собрании, в гостях побывал. Неожиданно так пришел вообще, как будто всю жизнь ходил. И знаете, один из важнейших уроков, который я тогда принял для себя, заключается в том, что Бог не человек. Он любит всех, Он неизменяем, Он вечен, Он дышит где хочет. Он действительно во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И Он дал нам слово примирения. И действительно, Иисус Христос одно основание. Строим мы все по-разному, порой очень недостойно строим. Всякие вивамы там строим, эти шулаши там и домики, знаете ли. Но Он дает себя как основание. Он дает нам это право строить на Нем. Жить новой жизнью. Спасибо Господу за все. Благодарю Бога всемогущего сейчас. И на том первом собрании, на котором я был у них, там в гостях, у бесятников тех, я же пришел так вот, с бухты-барахты. Вот. Деда был вечером. Деда было. Буквально реально нечего. Я был недалеко от Дома Молитвенного. И у меня мысль такая, почему бы не дойти к братьям меньшим. Я уже после прочтения всей трилогии, я уже даже готов был назвать их даже братьям меньшими даже. Вот, значит, и я зашагал, как будто всю жизнь ходил. Вот, значит, там, значит, и возле порога уже думаю, ну, стоп. Возле, уже Молитвенного думаю, я думаю, стоп. Куда я иду? Очухнулся, а потом думаю, нет, поздно уже. Наверняка меня видели уже. Вот, значит, думаю, если сейчас развернусь и быстро уйду, то, ну, Вай, еще хуже будет. Вот, скажем, батюшка что-то там вечером шаманил, ну, с этим. Вот, думаю, в конце концов, и кого мне бояться? Это, пусть православная святая, это одни сектанты американские. Пусть они боятся. Вот, как бы, ну, как бы, с морду танком и вперед. Перекрестил здесь Дом Молитвенный, все, сам там крестился. Там, спаси Богу, Господи, зашел, значит, в Дом Молитвенный зашел. В коридор, там, значит, там, там, девушка онемела. Я говорю, а я в рясь и с крестом прям. Девушка, куда пройти? Она, наверное, пальцем тыщет, что-то. Забиранная, да, ладно, значит, прошел меня с аккордора. Вот, а там непонятно, здание, это, оно переделанное, просто, подумали, здание ЦСУ там. Ну, ладно, это много всяких бывших кабинетов там. Короче, дошел до последней двери, думаю, наверное, как у нас сейчас, дошел до последней двери, постоял где-то с краешком, посмотрел, ну, и можно будет уйти, в принципе. Не сначала, а 8, да и не до конца я буду там. Особенно никто там, как бы, и не заметил. И вот, я открываю последнюю дверь и захожу, и прямо на сцену, представляете? Ой-ой-ой, а еще как разло, на автопилоте, как бы, вот, еще пару шагов делаю прямо к трибуне. И замер, и собрание стихло. Да, приехал ревизор, как ревизор, зачем ревизор, да? И не когнит, а прямо вот так вот, бац, и все, ну, ладно. Короче, Гоголь отдыхает там. Короче, и, знаете, вот, да, первым пришел в себя там второй христикер, там, который помоложе, ему было 75. Церковь уже такая, уже такая воронаевская еще. Вот, значит, и он подошел ко мне и говорит, я, ну, резвый, как бы, значит, да, и, ну, мало ли, всякость, вот, значит, меня среди гостей посадили, а там еще одна мадамна мне пальцем так показывала, так, оказывается, ей сон снился, там, ну, перед тем еще, вот, она видела собрание, но ей даже муж равно не поверил тогда, вот, а здесь, как говорит, сон в руку, точно, вот оно, это оно было, вот, я был у них в гостях, потом, там со всем перезнакомился потом, спустя, за несколько месяцев, вот, значит, и, а муж ее сидел, Петя, рядом с ней тогда, у них мужчины обычно впереди все, женщина сзади, но муж прострапился, ну, на скаме штрафников, там, женщины сзади, а почему его брат был родной харизманом стал просто, вот, значит, как говорит, его на карантин-то так женщина отправили, хотя он клялся, божился, что он ни слухом, ни духом вообще, и что с братом не ошкарится, вообще давно уже, но это было мало, братский совет порешил, вот, его, на скаме штрафников, к женщине его задеть, но он сидел рядом с женой своей, впервые сидел, там, значит, рядом с супругой, так супруга, вот, это он точно, короче, она, представьте, вот, значит, ночью разбудила Петра, там, вот, значит, мужа своего, и говорит, Петя, представляешь, что мне снилось, а у них был еще женский такой коллектив, такой, женсовет свой, вот, еще в церкви, вот, они там обсуждали всякие сны, там, видения, вот, выносили свои какие-то, там, ну, идеи братскому совету, правда, в основном братскому советству браковал, вот, но, но, у них был интерес какой-то, все высказывать хотя бы, и вот, значит, интересно, значит, она сказала, снится обычное наше сопрание, вроде все обычно, и вдруг угадай, кто у нас, и кто проповедует, он, ну, может, и епископ из Брянска заедет, или брать из Белоруссии, пророки из-за этого мнения, поп встает, и проповедует, говорит, короче, он сказал иногда ночью, что нужно меньше есть на ночь, папа никогда не был, со времен Баранаева, у нас никакого такого не было вообще никогда, ну, ладно, значит, а здесь вот, да, и, знаете, они запели песню потом, сопрание пришло в себя, так, очухалось уже, вот, значит, да, значит, да, и я там, значит, там, среди гостей сижу, вот, вышел старичок такой, боровичок такой, соседний, кемец такой, и там говорит, будем петь в салон номер такой-то, все встали, ну, я тоже встал, я вижу, что ли, тоже встал, значит, не стою, значит, а что делать? У нас-то понятно, что поют, а у них что поют? А у меня еще мысль такая, какая-то такая глупая в голове возникла, о чем могут петь сектанты? Типа, у моей секта, у моей секта, что ли? Ну, какие-то такие глупые мысли, я родились, не знаю, странно прям даже, вот, ну, ладно, я стою у себя, и вдруг они запели, и запели песню, она до сих пор одна из моих самых любимых песен вообще, вот, и часто пою ее, песня о самом главном, о самом важном, о любви Господа Иисуса. «Любовь Христа безмерна велика, начала нет и льется, как река, и как волна лопсает берега, и глубока, светла и широка, и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя Он ждет, Давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора, прими любовь без златосеребра, и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. О, если б знал, живущий на земле, любовь Христа, лишь ею дышат все, и если б Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, любви Христа мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь Святой, спасибо за Твою любовь. Благодарю Тебя, Господь Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь. Ты не только в сердцах верующих, но Ты каким-то удивительным образом во всей Твоей полоте, Ты среди нас, когда мы собраны во имя Твое, во имя Твоей любви. Боже, Всеволодущий, благослови нас. Во имя Иисуса сегодня, Боже, благослови, пусть великий исход свершается сегодня душ человеческих. Давайте встанем, друзья, помолимся. И у нас есть еще... Можем помолиться молитвой, такое примирение с Богом. Можем прямо сейчас помолиться этой молитвой. Или на месте у себя, но лучше выйти вперед, как Господь и говорил, что кто хранили меня, исповедует. Того и я исповедует отцовным предангелами. Пусть сегодня Ваши имена будут исповеданы пред лицом Божьим, пред собранием всех святых ангелов Божьих. Уникальная возможность есть каждому человеку на этой земле, чтобы его имя было провозглашено на радость всем небожителям, на радость всем ангелам Божьим. Во славу Бога, Творца неба и земли. Великая честь, чтобы наши имена были провозглашены. И самое великое, и самое честное, что происходит, это тайна, когда мы Иисуса Христа своим спасителем принимаем своим Господом, небо задрагается. Об одном грешнике, кающемся, написано. Радость бывает у ангелов Божьих. Благодарю Бога Всевышнего сейчас. Давайте помолимся. Можете выйти прямо сейчас сюда вперед. Либо те, кто еще не молился. Вот сюда, вот в эту сторону. Давайте встанем. Вы выйдите вперед. Те, кто еще не молился, но хотелось бы помолиться молитвой покаяния, примирения при людьми, тоже при ангелами Божьими, при лицом Господа, Иисуса Христа своим спасителем назвать. Сюда становитесь, в эту сторону. А сюда те, кто уже каялся, уже примирялся с Богом, но сегодня хотели бы обновить завет, хотели бы сегодня вернуться к Господу. Мало ли, всякое в жизни бывает. Семь раз падает человек, даже добрый и праведный, но встает. Знаете ли, вот и действительно... Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Святой. Спасибо тебе за твою любовь. Спасибо. Спасибо. Подумайте, помолитесь сейчас, порассуждайте, и выходите, кто готов. Вопрос себе задайте, тест такой сделаем давайте. Вопрос себе задайте, спасена ли я, спасен ли я. Если сегодня последний день, сейчас мы все под Богом ходим, и если сегодня готовы ли вы, рай или ад, что впереди. По умолчанию, к сожалению, с самого рождения у нас неправильная опция выставлена в нашей душе, в нашем разуме. Поэтому, если человек не принимал решение сознательно идти к Богу, по умолчанию стоит опция украсть, пить и погубить. К сожалению. Так вот от нашего праотца Адама пошло. Но есть новый Адам, Иисус Христос, праведник. Иисус Христос, Он назвал новым Адамом, поэтому можно подмириться любому человеку. Выходите. Вперед выходите сюда. Те, кто хочет покаяться, помолиться снова, что бы ни происходило в нашей жизни. Спасибо. Слава Богу. Встаньте здесь, да, как раз впереди. И... Так, слава Богу. Может, еще кто? Есть время, еще пару минут. Я молюсь за тех, кто вышел, вот, и молюсь за том, чтобы... Или кто-то потом... Или... А онлайн есть еще, да, трансляция есть. Вот, кто, может, подключившийся... Бывает такое, что... Бывают такие еще часа. Уже не раз были уже... Так что люди вот так вот подключались, потом так вот краялись. Или же записи, потом смотрели, краялись пред Богом. Пусть Господь благословит. Вон, Билли Грэм, перед тем, как уйти ему на небеса, провел один из последних своих курседов онлайн, в интернете. Вот, и он уже был уже старым человеком, и уже не мог так, как прежде, проводить, но ему подсказали, что можно вот так вот онлайн сделать евангелизацию. Крусейт такой, не на стадионе, как обычно прежде, он собирал по молодости там тысячи и тысячи народов. И он решил провести так вот Крусейт. Такой, слава Богу, такой дембельский аккорд такой христианина был. И знаете ли, и больше миллиона человек по всей планете заполнило анкету молитвы покаяния, вот, отослали свои данные через интернет в офис туда Билли Грэмма, миссии. Вот, и его сын потом говорил, о, Франклин Грэмм, ему было выступление потрясающее, он сказал, что мой папа ушел не с пустыми руками. Великий урожай душ с этой земли мы не заберем ничего, но кое-что заберем, кое-что важное мы заберем друг друга, мы заберем по небесам души, то, что мы сеяли на этой земле. Господь, да благословит сейчас эту молитву, вышедший вперед, давайте помолимся, и те, кто может потом в записи посмотреть, молиться, может, кто в зале, но даже кто каялся, может, где-то в зале или где-то отдельно, один-один с Господом, это хорошо, но важно также однажды в собрании святых должно быть и Иисуса Христа своим Господом, Спасителем Своим назвать прилюдно Иисус прилюдно совершал Своё спасение за нас, прилюдно Он понес наш позор, грех, проклятие, прикольное, и мы прилюдно Его исповедуем, Своим Спасителем именуем это самое великое, что есть на этой планете. Отец, благодарю Тебя, Бог Святой, за это служение, за это собрание, благодарю Тебя за Твою любовь к роду человеческому, ко всему творению Твоему, которое Ты доказал на кресте, отдав самого себя, сердце Своё, кровушку за нас Свою пролив, доказал Свою любовь, отдал жизненство для нас. Душу Свою положу. Спасибо Тебе, Господь Святой, спасибо, благодарю Тебя, благодарю Тебя за Иисуса Христа, Господа и Спасителя, Боже, прими молитву нашу сегодняшнюю, пред лицом Твоим, святым, пред лицом Твоих ангелов, всех небожителей, сегодня Иисуса Христа Своим Спасителем Господом именуем, провозглашаем Евангелие Царства. Спасибо, Господь, спасибо. И давайте скажем такие слова от сестра, чтобы что в зале скажем, все вместе давайте скажем такие слова. Иисус Христос «Ты мой Господь, Ты мой Царь, Ты мой Спаситель, Ты мой Целитель, Ты мой Освободитель, Твоя Святая Кровь, Твоя Святая Кровь, омывает меня от всякого греха. Бог Святой, Отец Небесный, благодарю Тебя за Тоб, благодарю Тебя за Любовь Твою, благодарю Тебя за Спасение Твое, дар вечной жизни во Христе Иисусе, благодарю Тебя, Господь, я принимаю жизнь вечную во Христе Иисусе, Духа Святого Твоего, принимаю во имя Иисуса Христа. Аминь. И сейчас молитесь, молитесь с Ним, и вышли вперед, молитесь сейчас и в присутствующем зале, молитесь, пусть Господь благословит сейчас, заполнит своим Духом Святым, своей жизнью каждого из нас прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Благослови, благослови. Благослови. Пополитесь, служите к пасторе Анзару, на вас исходят. Вот, и, да, и я молюсь сейчас за всех вас, друзья, благословляю всех вас своими Господними, благословляю с священническим благословением, благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Бога Врама Исаака Яплова, благослови нас миром и своим шаломом. В эти дни, Господь Божий, предпасхальный, пусть Твоя Пасха свершается в судьбах людских. Великий исход и царствовать в царство Вослюблен во Сын Твоем Иисуса Христа в Царство Света. Аминь. 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 Слава Богу. Спасибо большое. Это было хорошее время с Господом. Будем любить Его. Да, братья и сестры. Будем любить Господа. Будем хранить спасение. Писание говорит, чтобы мы хранили спасение, чтобы мы ходили в страхе Божьем перед Богом. Будем любить людей. Молиться о них. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас об Украине еще. Знаете, я верю, что Бог любит людей, живущих здесь. Любит Украину. Я прочитаю из 1 Тимофея 2 глава, из 1 стиха слова апостола Павла. И так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Знаете, нам предстоит второй тур выборов. Бог говорит, чтобы мы молились за царей, за всех начальствующих, молились за народ, за всех людей здесь, чтобы была жизнь тихая, безмятежная. Будем молиться, чтобы Бог дал мудрость народу избрать человека. Я верю, что Бог избрал для себя человека. Избрать человека, который будет по сердцу Бога, который будет заботиться об этой земле, которому Бог сможет передать свое отцовское сердце. Будем также молиться, друзья, о том, чтобы был мир, чтобы не было провокаций. Я очень благодарен Богу. Знаете, все церкви молились. У нас целый месяц был такой молитвенный марафон. И в первом туре они очень спокойно прошли. без всяких нарушений, без провокаций, без взрывов, без всего этого. Это просто прекрасно. Я верю, что это молитвы сработали, знаете, потому что такая ситуация в стране, и всяких людей много, разных, и с психикой не очень сбалансированы. Я верю, что Ангелы Божьи просто держали все в постоянном контроле. И это благодаря молитву. Давайте помолимся на второй тур, будем продолжать молиться, не отступать в молитве. И давайте молим о них забыть. Отец наш, мы стоим перед тобой сейчас, Бог наш, воимок Господа нашего Иисуса Христа. Молимся тебя в Украине, молимся о народе, Господь. Ты любишь всех людей, ты любишь людей, живущих здесь, милующих, Господь. Просит тебя, чтобы ты дал им мудрость, Боже, чтобы ты вложил в сердце желание от тебя, чтобы люди сделали мудрый и правильный выбор, чтобы был избран человек по твоему сердцу, Господь. Куда ты сможешь вложить в это сердце свои отцовские желания и заботу об этом народе Божьем. Мы бросим у тебя мира, мы молимся, чтобы ангелы были высвобождены, наполняли эту землю, контролировались. Мы молимся, чтобы никакие провокации не состоялись. Мы молимся, чтобы были разрушены все злые замыслы внутри, снаружи страны, Господь. Мы просим, чтобы ты взял все по свою контроль в свои руки, чтобы ты благословил Украину, сделал ее место мира, место упокоя, Господь, место благословения, преуспевания, Господь. И мы молимся, самое главное, сделай это место спасения, потому что ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Обрати этот народ к себе, дам покаяние этому народу, чтобы знали тебя, жили по Слову Твоему, и служили Тебе по Слову. Благодарим Тебя. Теперь все славы отдаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, не будем присаживаться. Помолимся о нуждах. Есть особенная нужда. Дмитрий после операции, тяжелое состояние, сильное психическое расстройство. Знаете, Бог любит, и поэтому Он исцеляет. Это же Он не есть. Это Лариса, да, Елисеевый сын. Помолимся о нем особенно и помолимся о всех нуждах. Боже, дорогой Дух Святой, мы знаем, что все в Твоих руках, Боже. И мы молим и просим Тебя за Дмитрия во имя Иисуса Христа. Мы говорим, всякого расстройства, уйди прочь во имя Иисуса Христа. Мы говорим, его состояние нормализуется прямо сейчас под нашим молитвом во имя Иисуса Христа. Мы говорим, разуму приди в порядок во имя Иисуса Христа. Мы говорим, телу исцелись во имя Иисуса Христа. Мы продолжаем Божий порядок в его жизни. Мы говорим, всякому нечистому духу, оставь его во имя Иисуса Христа. Прощь от него во имя Иисуса Христа. И мы говорим, кровь Христа для них, кровь Христа. И мы говорим, на каждую нужду будь развязан, финансы придите, отношения восстановитесь, во имя Иисуса Христа. И я говорю прямо сейчас, всяким болезням, прочь от людей, во имя Иисуса Христа. И я говорю, что болитва сильна, во имя Иисуса Христа. Боже Святый, я даю в Твои руки всех этих людей. И мы говорим, ткани помазаны, во имя Иисуса Христа. Боже Святый, мы болеемся, во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет, Аминь. И пару объявлений у нас. У нас 11 апреля в автостиле, по 17.00 будет проходить служение молитва матери, где собираются сестры и единицы молятся на 7 месяцев.